Помилует и спасет нас, як благ и человека любит. В этот день верующие стараются не пропускать торжественную службу. Они вспоминают, как Иисус Христос въехал в Иерусалим не на коне, а на ослике, не желая возвышаться над толпой. На его пути люди расстилали свою одежду и бросали пальмовые ветви, признавая Мессию. Прежде всего мы открываем двери нашего сердца, двери нашей души, куда бы вошел бы Господь, истребил все ненужное, то, что у ней есть в нашей жизни, и подал самое нужное, чистое, доброе. На Руси пальмовую ветвь заменили вербой. Это растение одним из первых и зацветает весной. Прохожане возносят молитвы, держа в руках символ чистоты и доброты. Кстати, после богослужения освященные веточки забирают домой. Их принято хранить целый год, украшая иконы. Осветить веточку вербы прошли сотни нефтьюганцев, и каждый уверен, что этот день принесет только радость. Поздравляем всех с вербным воскресением, желаем счастья, мира, добра. Да, это самый лучший день, в который исполняются все ваши желания. Желаю здоровья, счастья, хорошего дня. Наши предки обращали внимание на погоду в этот день и делали прогнозы на год. Так выпавшие осадки говорят о богатом урожае. Это у нас в Челябинской области уже снега нет. И мне удивляет, что, и тем не менее, несмотря на такие большие снежные сугробы, настроение у всех праздничное. Сейчас народ стоит, ждет, должен выйти батюшка и освящать. С праздником вас, дорогие нефтьюганцы! За вербным воскресением следует Старстная неделя – самое строгое время Великого Поста перед Пасхой. Ожидание светлого праздника придает силы. Наши родители к этому нас учили, мы ждали это, как говорят у нас батька с Пасхой, так само мы ждали этот праздник, прекрасный праздник. Будем передавать нашим маленьким. Они пришли первый раз у нас, захотели. Мы дедушка с бабушкой пообещали, так они пришли вербу светить, как мы называем. Ну, всех хочется поздравить с этим прекрасным праздничком. Всем здоровьечка! Уже в это воскресенье, 16 числа, православные будут отмечать Пасху – самый почитаемый праздник церковного календаря, символизирующий победу жизни над смертью.